Я чувствую, что они тоже отдаляются друг от друга. Согласно правилам, что каждый отрицает в своем недостатке. И товарищи тоже, мне кажется, такими, что они стали безразличными друг другу. И а как они? А если а как они, то это естественный процесс. Нет в нем ничего особенного. Ну, можно ждать до завтра. И здесь мы забываем о том, что все это не сходит свыше, все это делает свет. И именно здесь то место, где мы можем выразить свою самостоятельность. Когда свет оставил нас, дал нам находиться в нашем желании. Мы можем быть в двух состояниях. Или Кли властвует. Фарон то, что называется. Или Творец Свет властвует. Если властвует Свет, Творец, я духовный, я готов отдать себя только во имя товарища, ради целитворения. Потому что Свет действует. Если Свет уходит, Кли становится сильнее Света. И тогда я нахожусь под властью желания. И тогда он властвует и определяет все, что я решаю. Но если бы я был в таком состоянии, у меня бы не было никакого свободного выбора. Но я пока что получил связь с группой. Я соединился с ними. Между нами есть соглашение, называемое Союз. Соглашение, которое называется Поручительством. И если я пользуюсь своим единственным свободным выбором, в том, чтобы укрепить связь между нами, я получаю от них силы. Несмотря на то, что они кажутся мне безразличными и холодными, как я, в объединении, в стремлении к Творцу, к целетворению, я понимаю, что я отрицаю их в своем пороке. Потому что Свет специально отдалился от меня. Для того, чтобы дать мне возможность сейчас, несмотря на то, что они не кажутся мне важными, поднять их на важную ступень, когда нет ничего важнее, чем они. И здесь я реализую свой свободный выбор. Я ищу силы. Я ищу такое состояние, чтобы они были для меня важными, несмотря на мое ощущение. Это единственная работа человека. Говорит об этом Рабаш во многих статьях, что это работа над величием группы, величием товарищей. И тогда мы можем из этого величия, когда мы искусственно его поднимаем, товарищи, в моих глазах, мы тем самым можем подняться к величию Творца и к величию целетворения. Если мы не можем подняться, поднять группу, чтобы она была великой в наших глазах, у нас нет сил продвигаться. А если мы поднимаем их на уровень, насколько мы подняли их, именно на такой же уровень мы можем сами начать подниматься. почему? Потому что в той мере, в какой они важны, если это на самом деле мне важно, группа, я в этой мере готов служить им. согласно примеру, о котором мы и вчера говорили, что во время свадьбы, но хупы, когда брачное соглашение между мужчиной и женщиной подписывается, мужчина должен дать обычно женщине кольцо. Если она получает, называется, что он приобрел ее, теперь она принадлежит ему. И если он важный человек, достаточно, что она ему как раз дает, а не он ей. потому что то, что он получает от нее, есть у нее от этого наслаждение. Это словно он ей дал предмет, она дает ему. Но согласие получить это от нее, это словно он дает ей. Это важный предмет. О чем это говорит нам? Что если мы возвеличим группу в наших глазах, давать ей будет для меня наслаждением и почетом. И тогда я смогу проделать действия по отдаче, которые вообще не в моей природе. но когда я могу это сделать? В то время, когда они важны в моих глазах, не важны в моих глазах, и я сам поднял их на уровень важности, и когда я их поднял таким образом, я смог отдавать им. То есть, моя работа только над их важностью в моих глазах. И над этим все мы должны работать. Нет иной работы. И от важности группы, десятки, так я приду также и к работе Творца, то есть к важности Творца. Не может быть, чтобы Творец был важен, если десятка, скажем, моя, или моя большая группа, не важна мне. Потому что важность Творца определяется только важностью Клии, в котором он должен раскрыться. Если я как бы готов работать во имя Творца, но не во имя группы, это обман. Я просто здесь убегаю от всего правильного процесса. То есть, вся наша работа — это возлюби ближнего, как себя. и прийти от этого к связи с Творцом, возлюби Творца своего, это приходит затем в это Клии любви к товарищам. Это процесс, который мы таким образом проходим от мы к единому. что они подготовили нам здесь, я не знаю. высший свет, который мы делим на несколько типов святов, светит нам и увлекает нас вперёд. Он исчезает, и мы падаем так, увядая, как растение, которое вянет. Снова пробуждает нас. один раз. Один раз он светит нам как небольшим свечением хохумы, и мы стремимся к знанию, к мудрости. А иногда он светит нам со стороны хасадим, милосердие в нём не наполнением, а своим свойством. И тогда мы стремимся к объединению, именно к любви. Этот высший свет, то, что нам важно сейчас, чтобы он, то, что называется, вернул нас к источнику. Вернул к источнику, это называется, чтобы дал нашему эгоизму, нашему желанию получать свойство отдачи, желание отдавать, стремление к отдаче, наслаждение от отдачи, чтобы я почувствовал, насколько это приятно, насколько это неограничено, насколько я тем самым поднимаюсь над своей материей. И поэтому для нас важна Тора. Тора называется всего лишь 613 в общем святов. И эти 613 святов воздействуют на мои 613 желаний. И эти святы дают моему желанию другое направление. Величие отдачи вместо величия получения. Потому что желание, которое создано, создано не для получения или отдачи, это желание наслаждаться, в котором на самом-то деле нет никакого направления в ту или иную сторону. Но затем, когда оно развивается, оно развивается в направлении, когда было развеяние отдачи, которое называется возвращением к Источнику, когда Он делает нас подобными Творцу, потому что Творец добр и несет добро, и я хочу быть как Он. И поэтому Торой называются те свята, которые приходят и исправляют нас ради получения, ради отдачи. Тот, кто учит на себе, как это происходит, он учит тем самым изучает весь процесс творения. Он изучает то, что сделал Творец. И благодаря тому, что он занимается Торой, то, что называется, пользуется этими 613 светами, чтобы сделать из своих 613 желаний действия по отдаче, он тем самым уподобляется Творцу. И получается, что он раскрывает в самой Торе, в своих исправленных келим, когда Торой называется, когда она уже находится в его желании получать общее это намерение ради отдачи это намерение уже светит. И тогда в этом намерении, которое называется отраженным светом, раскрывается Творец. И там он соединяется с человеком. кто такой человек? Это не индивидуальность. Потому что человеком называется десятка как минимальная единица. Меньше не может быть и больше не может быть. Это не по количеству людей, но когда мы обвиняем себя в единое понятие. И согласно уровню тогда называется, что мы находимся на каком-то одном уровне. Один меньше, один больше, еще больше, еще больше. Всегда это понятие один. Хотя этот один уже состоит из многих единиц. но минимум это всегда десятка как один. Поэтому мы должны не забывать это ощущение, которое мы получили здесь. и при каждой возможности развивать его все больше и больше. Вы уже сейчас находитесь на самой нижней ступеньке лестницы. Есть десятка и есть ощущения. мы должны сохранить это как можно лучше. Если оно исчезнет, оно должно исчезнуть для того, чтобы мы стремились к чему-то более высокому. Она не исчезает. Просто сейчас приходит желание получать, которое относится к более высокой ступени. И предыдущее единство находится внутри, но теперь мы должны уже почувствовать что оно недостаточно для нас. И мы должны подняться на следующую ступень к новому единству более высокому. Поэтому нет исчезновения в духовном. Всё, что вы почувствовали хоть когда-то в нашей учёбе, это всё находится. в каждое мгновение и монета за монетой складывается в большой счёт. Но мы должны каждый раз понимать, что нам дают отягощение сердца, более тяжёлые состояния, отсутствие настроения, заинтересованности, но какой-то слабость, какой-то легкомыслие, я вдруг начинаю думать о каком-то успехе материальном, своей жизни и так далее. Мне нужно воздействие извне группа, которая всё время будет оберегать меня, как нянечка будет следить за ребёнком, потому что приходят ко мне легкомыслия, я начинаю сходить с ума как ребёнок во всех направлениях, и я не знаю, куда это желание бросит меня, потому что свет-то не светит. Я сейчас сам должен искать, как я всё-таки поднимаю важность группы, включаясь в них, и тогда нахожу направление к их центру, чтобы погрузиться в него. И когда я таким образом бросаю себя в группу, там я найду правильный путь. Рвут поручительство — это сила, которая должна быть всегда в моём распоряжении, в моих руках. Без этого я не уверен, что я вообще смогу удержаться в пути. И на самом деле наверняка не удержусь, потому что в пути называется каждый раз поднимают наше желание получать. И когда его поднимают, я уже всё, я как обычный человек с улицы. И даже хуже него, потому что он не знает, что такое цель творения, группа как средство прийти к этому, высший мир и так далее. И я знаю, пренебрегаю, этим. Поэтому я хуже всех тех, кто ходит по улицам. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда то, что мы достигли сейчас в наших десятках остаётся. они уезжают физически домой, но связь между нами остаётся. Мы работаем над ней. И есть у нас место, там, где мы объединяемся. как мы говорим. Мы должны прочесть статью Рабаша. Есть много таких, о чём нужно говорить во время собрания товарищей. о величии товарища, о величии учителя, о величии Творца, чтобы всё это пробуждало меня в правильном направлении. И так мы будем продвигаться. Если группа связывается со мной раз в день, когда я даже совершенно не нахожусь в том же регионе, где каждый из них физического контакта между нами вообще не может быть. Но они связываются со мной. У меня есть тогда надежда, что я не опущусь с этого уровня и буду продвигаться вперёд. Что я поднимусь на ступень больше, ещё более высокую. И каждый раз в соответствии с нашей ступенью мы должны укреплять, усиливать поручительство. Потому что без обязательства всей группы по отношению к другим я не делаю даже маленького шажка в пути. я рекомендую. Прекратите думать о себе. Думайте только о ваших девяти товарищах в десятке, что вы должны беспокоиться о том, чтобы они не упали. вы тем самым гарантируете наилучшим образом ваше место на духовном пути. Не думать о себе, а о других, о ваших товарищах. и тогда вы наверняка добьетесь успеха. Поэтому это должно быть у меня как у матери по отношению к ее ребенку. Где бы она ни была, она думает, сейчас он здесь, сейчас он там, сейчас он так и так, и так. Даже если не видела его, она знает и беспокоится о ее мысли все время о нем, о маленьком ребенке. Так мы должны беспокоиться. то есть поручительство это когда я все время беспокоюсь о том, не случилось ли с ними ничего, не дай Бог. Что случилось? Упали, охладели, и это в пути происходит. То есть не забыли ли они, что мы именно так должны продвигаться в пути? когда мы связываемся друг с другом и чувствуем, что так немного это вроде бы мы потеряли вкус, нет у меня времени к этому, пусть свяжутся немного позже, может быть. Я должен знать, что это в пути. Ничего просто так не происходит с человеком. У нас процесс должен быть очень ясным для нас. Мы не принимаем никакого случая в нашей жизни, будь то боль в ноге или в животе, какой-то успех или неуспех в работе, или же что-то нехорошее в отношениях дома. Неважно, что бы ни произошло, но всё направлено только на цель. И то же самое у других людей, у каждого. Потому что не будет отвержен от него отверженный, и всё возвращается к своему корню, но они не знают об этом. А мы должны всё время удерживать себя в том, что мы идём навстречу этому. И высший свет действует только в этом направлении. И поэтому быть в сознании каждое мгновение, что я нахожусь под воздействием света и в подъёмах, и в падениях, и во всех состояниях, когда он выбрасывает меня, я должен всё время не оставлять этого ощущения, что всё исходит от него. Пока в этой мотивации, этой причине, которая всё время меняет меня, я не раскрою Творца, что он находится внутри, и он выстраивает для меня всё это. Начиная от случаев самых плохих до самых хороших. Он находится в этом потопе, и он находится также на вершине ощущений раскрытия. Но это при условии, когда мы стремимся к цели. А в чём цель раскрыть того, кто делает мне все эти состояния. Вот и всё. Мой путь — это только в каждом новом состоянии раскрыть, кто это пробуждает меня, кто делает мне это. И поэтому Творец называется Творцом. Боре, приди и увидь, что ты должен прийти к нему, раскрыть его, и тогда увидеть его. И это в любом состоянии. Как раз противоположное раскрытие. может быть, мы пойдём по вопросам немного, да? Главное, я сказал вам, мы сейчас уже несколько дней до нашего Конгресса начали в группе по Петахтикве из Центра Мирового Баруха включили, я не знаю как бы это назвать даже, когда это работает круглосуточно наш Центр Трансляции, фокус-группам, можно так назвать, скажем, когда вы можете всегда писать туда, задавать вопрос, или же получать ответ по месту, или же через некоторое время вам ответят. Я нахожусь вместе с ними. Не то, чтобы вы все время видели меня на экране, но я нахожусь с ними все время в связи. Я предоставил им также свою студию, пусть пользуются ей, оттуда будут транслировать свою связь. Я вижу это как вещь очень важную. Я не нахожусь сейчас в группе все на работе, в поездках, повсюду. Я чувствую себя одиноким, мне может быть надоело, нет с кем связаться, у меня всевозможные сомнения, вопросы, я связываюсь с ними. Могу спросить, могу посоветоваться и так продвигаться. Люди, которые сидят там, я надеюсь, они понимают свою роль, они должны быть как моя десятка во всех случаях. если я не нахожу то, что нашел здесь, на Конгрессе, не каждый момент в жизни мы доступны друг другу. Я могу связаться с ними, и это будет как мой посох, с которым я пойду вперед. Поэтому я вам рекомендую в этом участвовать и привыкать к этому явлению, чтобы действительно у каждого это служило как поддержка в пути. Ну, давайте еще. Через три недели вроде бы Конгресс в Италии. 21 числа. 21 ноября. 21 ноября. То есть это меньше месяца даже. Мы уже к этому готовимся. Желательно, чтобы мы были каким-то образом связаны между собой, что может быть в этот шаббат или воскресенье, когда можем даже один день из трех дней Конгресса, чтобы мы соединились вместе в каком-то месте. Может быть это не будет точно с моей десяткой, это будет с другой десяткой. Цель одна. Все десятки соединяются вместе в нечто единое. Мы должны привыкнуть. Каждый что находится в пути это мое. Поэтому нам стоит уже в преддверии итальянского Конгресса найти нам время и место и порядок, как мы соединяемся, когда мы входим в какое-то место, закрываемся, даже на один день из трех дней и возвращаемся к состоянию максимального взаимного включения, насколько мы способны. Итак, мы приходим к еще одному скачку. Это в общем-то все, что я хотел сказать, я думаю. Ну и давайте согласно вопросам. Доброе утро. из того, что вы говорили утром, что нужно прорабатывать состояние, и главное, что в каждом состоянии мы можем работать с нашим свободным желанием. Я хотел просто спросить о проблеме, которая существует у меня в группе Торонто, когда я теряю важность товарищей и пути, несмотря на то, что разумом я понимаю, что это проблема. Мне трудно вкладывать в группу вместо этого. То, что получается, я закрываюсь у себя в спальне, я ем попкорны, смотрю фильмы. Группа очень сильна, очень предана, дает впечатление, они работают, они делают все, что им положено, дают свою половину шекеля, поддерживают, дают важность, но я чувствую, что когда важность для меня она не та. Не важно, насколько бы я не понимал это, знал состояние. Ну, это все понятно. Ну, и что дальше? Пока это состояние само не проходит? Я не знаю, что делать. Ты знаешь, что делать? ты соединяешься с животным уровнем, с дельфинами. Я просто застреваю там, я смотрю фильмы, ничего не делаю, я понимаю, что они не важны, но я просто сижу и смотрю фильмы и не думаю о группе. Да-да, понятно. Ну, и что дальше? Нам всегда дают животный уровень, более высокий. Если мы не соединяемся, не поднимаемся на уровень говорящий, то мы остаемся на животном уровне, на более низком. Это естественно. Это естественно для каждого. Они как я тоже смотрю, но правда в последнее время нет, когда мы начали с этими десятками. Мне это не нужно, но я много смотрел на животных, National Geographic, такие каналы. Это помогает мне, когда я смотрю на них, в это время я представляю себе, какие высшие системы управляют животным уровнем, и это буквально как исследование. Что я тебе посоветую делать, это то, что я сказал. Твоя проблема в том, что ты не заботишься о товарищах. если бы ты все время заботился о них, ты бы не находился в падении, а поднимался бы все выше и выше, как мать, которая готовится все время о младенце, она не чувствует, что у нее что-то болит, даже если она больна, она не чувствует, она просто не считается со своей болезнью, потому что она должна заботиться о ребенке, потому что забота о группе освобождает тебя от падения, ты уже в этой заботе все время поднимаешься и расширяешь ее все больше и больше, и тогда у тебя нет падений и подъемов, которые происходят в понятиях времени, а это все идет в одном направлении, и минус тоже входит в плюс, как выпрямитель напряжения, выпрямитель тока, это называется мост Вильсона, это об этом говорится и тьма воссияет как свет. Отныне и далее начни заботиться о группе как мать о младенце и увидишь, что ты будешь не опускаться, а только подниматься. Пожалуйста. Доброе утро, Раф, и огромное спасибо за всю вашу любовь, которую вы даете, я ее очень чувствую. У меня вопрос, как и когда можно расширить этот союз в десятки на внешние круги? гостей. Это очень сложный вопрос. Я не знаю, о ком состоянии ты говоришь. Что значит внешние гости? гостей 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 и уходят. гостей или нежеланный человек, который мы не хотим, чтобы он пришел, а он приходит. или человек, который прошел какой-то путь, уже был на кампусе, каббалистическом занимался, хочет еще больше связаться с нами, это мы принимаем его в качестве новичка, в качестве младенца, на наших руках. Я не знаю, что такое просто гость. В десятки в принципе не может быть гостя. Это настолько интимная вещь, что туда никому не позволяют входить. Если только мы не уверены, что он останется с нами, он готов и прошел все проверки, и он такой же как мы. Я имею ввиду то, что когда я возвращаюсь домой, я должна оставаться в связи с людьми, с которыми у меня нет духовной близости. Да, ну какая связь здесь с десяткой. Ну, так я нахожусь среди таких людей. Я, допустим, как агент по продаже перехожу из дома в дом, я встречаюсь со многими своими клиентами, у меня у меня множество разных товарищей из прошлого, со школьной скамьи, ну так что, я не считаю с ними, я отношусь к ним, как к обычным людям, я приветлив, я хорошо так с ними общаюсь, отвечаю, но группа это очень интимная вещь, и я не позволяю никому туда влезать, они даже не знают, что это есть такое, это не их дело. Я берегу свою душу, моя душа находится в этих товарищах, в моей десятке, там, к Лидле, раскрытие Творца, и он называется душой, а не во мне. Лакоша? Пожалуйста. Доброе утро, Раф, у меня есть вопрос, уже некоторое время у меня есть проблема с возлюбив ближнего, как самого себя, я понимаю это, чисто теоретически, для того, чтобы любить Творца, я должен любить товарищей, но как себя это значит не больше себя или не меньше себя? Нет, как себя это больше, чем себя. То есть это больше? Нет, я объясню, Бааль Сулам это объясняет, и Рабаш тоже. Сейчас, когда это сказано, как себя, то есть как я сейчас, когда я люблю кого-то, я люблю его больше себя? Нет, я люблю себя больше, чем всех. Даже если я готов пожертвовать за него своей жизнью, пусть убьют меня. Наша жизнь не может быть измерением самой большой важности. как себя это называется так же, как я эгоист по моей природе. Люблю себя, и это моя основа. И исходя из этого, я готов любить других в той мере, в какой я чувствую их, относящихся к моему желанию. Поэтому возлюби ближнего как себя, как я сейчас люблю себя больше, чем других, я должен прийти к возлюбив ближнего, то есть другого больше, чем себя. Это в точности называется как себя, а остальное всё ты найдёшь в статьях. Если я хочу увеличить любовь к другим, я должен увеличить любовь к себе? Нет, об этом не беспокойся. Любовь к себе у тебя всё время будет расти до величины мира бесконечности. Мы как раз когда поднимаемся по лестнице духовных ступеней, мы становимся настоящими эгоистами, как фараон, аман, как такие персонажи истории. это наш истинный эгоизм. Когда люди с улицы не знают об этом, у них простой эгоизм. Защитить своё животное, но истинный эгоизм как раз у каббалистов, в них он раскрывается как левая линия всё время в пути. Пожалуйста, да. Здравствуйте, меня зовут Армен. Почему когда я хочу помочь человеку, это желание получать неэффективно, без того, чтобы получить обратно, я всегда получаю отрицательную реакцию. Что я делаю неправильно, потому что если весь мир находится во мне, то где же моя ошибка? Потому что я всегда чувствую, что хочу отдать всё своё сердце, а получаю совершенно обратную реакцию. Твоё действие неправильно. Оно должно быть направлено на десятку, а не на одного. Один на один здесь возникает много проблем, потому что нет цельного кли. По крайней мере, трое, лучше пятеро, а комплект полный это десять. Сделай так. Один против одного не стоит работать. всегда существуют расчёты, потому что эта связь один на один всегда обязывает. Ты так отнёсся ко мне, я должен теперь отнестись также к тебе, и в этом возникает проблема. В десятке это компенсируется, это распределяется. Пожалуйста. Ну? Ну? Доброе утро, Раф, друзья. Я хотел сказать, насколько я благодарен быть частью этой семьи. Мой вопрос, то, что касается 613 желаний, правильно ли, что когда ты исправляешь первое желание, ты входишь в духовное? Если так, как мы правильно истолковываем желание, желание, если мы хотим войти в процесс? Не принимайте в расчёт 613 желаний, и правильнее 620, потому что всегда, когда мы чувствуем желание, мы чувствуем всегда полностью весь комплект. 613 желаний, 620, хотя это представляется нам как одно желание, потому что полная клей, малхот, последняя его сфера, это то, что мы чувствуем. так, поэтому не стоит делить это на 620, 613, 248 и 365, 288 и 32, левоэвен. есть очень много различий в этом. Мы ещё не чувствуем это, а затем мы сможем, как специалист, скажем, по психологии, он может поделить различая всевозможные виды страхов, тревог и так далее. Я чувствую себя просто некомфортно, даже не знаю, как назвать это. Так мы в начале нашего пути. Мы всегда должны только работать с тем, что мы чувствуем. Дальше. Что, всё уже? Да. Графт, насколько мы сближаемся друг с другом, и всё теснее мы чувствуем десятки, мы чувствуем больше разобщения в виде страха, ненависти. каков самый эффективный путь, чтобы правильно пользоваться страхом, ненавистью? Присоединить их к новому объединению. Ничего не отбрасывать. Как сказано, все преступления покроют любовь. Чем больше преступления раскрываются, тем больше любовь. Ничего не нужно отбрасывать. Если мы взрослые люди и прошли много неудач, которые раскрылись между нами, мы не хотим отбрасывать их и не вспоминать о них. Это неправильно. Мы вместе с тем приходим к новому уровню связи, более высокому. Этот уровень включает все те предыдущие неисправности, ненависть, отторжение, все, что было. И мы сегодня должны быть выше этого. Так должно быть? Да? Хорошо? Существует ли техника, как это сделать быстрее, работать с этим быстрее? Техника очень проста. Семинар. Да? Все, я вижу, что все успокоились. Это хорошо. Здравствуйте все. Спасибо за всю любовь. Это просто поразительно. Раф, я изучаю каблу уже 4 года. Я не хочу сказать к сожалению, но моя жена, которую я очень люблю, совершенно не интересуется этим. Оставь меня в покое, иди в свой угол. Я все время пытаюсь бороться с этим. Секунду, секунду, почему ты борешься? То, что она не хочет учиться, как ты. Ну и что, она виновата в чем? Не хочет. Чего ж ты насилуешь-то ее? Нет, я не принуждаю ее. Вы говорите, что нет принуждения в духовном. Я могу молиться за нее, есть что-то, что я могу сделать, чтобы пробудить ее, или просто оставить это и ждать Творца. Если это будет в этом круговороте, то хорошо, а если нет, я чувствую немного, что я оставляю ее. Есть у меня что-то особое, что я могу дать ей, и я не могу. Я уже отказался от того, чтобы быть удрученным от этого. Я просто хочу знать, что я вообще могу сделать, чтобы решить эту проблему. ты сейчас приобрел жену. Это девять твоих товарищей, в которых ты должен вкладывать. Это твоя Малхут. Ты должен вкладывать туда и оставь свою жену дома, когда она находится. она восполняет тебе духовную жизнь на уровне животном, то есть материальную жизнь на уровне животном, а десятка восполняет тебя на уровне человек, говорящий, вот и все. Почти не было каббалистов в истории, у которых жена согласилась бы с тем, что они делали. Они уже находились в духовных мирах, а она находилась рядом с ними вот так. Рабаш говорил об этом, жена хочет от тебя, чтобы ты сидел рядом с ней и слушал, что она скажет тебе, насколько она нуждается в тебе, но чтобы ты сидел рядом и слушал об этом. Я не думаю, что есть у нас такие женщины, такие жены, как он хотел подчеркнуть, но запрещено у нас требовать от от кого-либо, включая женщин, духовного подъема. Дети в определенной мере особой, очень мягкой, постепенной, их ты можешь постепенно пробуждать, давая небольшой вкус того, чем ты занимаешься, целью творения, целью жизни, как происходит то, что мы находимся в особой системе и так далее. Но это по отношению к детям, потому что ты обязан их воспитывать, но женой с чего вдруг? Нет. Ты должен поблагодарить ее за то, что она помогает тебе в материальной жизни, любить ее таким образом и все. И не рассказывай ей о том, что у тебя с товарищами. Там твоя душа, здесь твое тело. Вот и все, да. На самом деле нет в этом никакой необходимости. Женщина в духовном называется то общее желание, с которым я работаю, жена в духовном. Да. В Америке есть известный рассказ о Томме Сойере, что был маленький ребенок, когда он играл, ему дали покрасить забор. И я думаю, и тогда вся его десятка, всю свою десятку он привлек к тому, чтобы красить забор, и еще выиграл на этом. Но именно так. Он призвал к работе, и эта душа такая влекущая, что ему даже не надо было платить товарищам за это задание. Вопрос такой, если мы притягиваем свет, как можем воспользоваться светом, чтобы впечатлить остальной Исраэль, чтобы просто задействовать зависть, тщеславие и ревность для того, чтобы передать любовь миру. у нас покрасить забор, это называется, чтобы все увидели, насколько я наслаждаюсь от этой работы. Это называется заниматься интегральным воспитанием. Мир в доме, в семье, с детьми. Создавать хорошие отношения с коллегами на работе и я должен давать пример, насколько я умею выстраивать отношения со всеми в хорошем направлении. Это называется красить забор и чтобы все видели, насколько хорошо мне от этого. И чтобы захотели также получить ту же самую профессию. Но когда они уже приближаются к этому и входят в это, в интегральное воспитание, тогда я их уже приглашаю на семинар. И тогда постепенно они начинают часть из них продвигаться в направлении кабалы, а часть из них остается в самом интегральном воспитании. поэтому мы все время находимся в сомнениях. Где мы находимся? Или что мы распространяем? Интегральное воспитание или науку кабала? Если вы спросите меня, я тоже не могу сказать. и каждый раз это порой отчается то другой, то другой стороной, что-то больше, а что-то меньше. Конечно же, наука кабала желательно делать это, потому что это основа, это наука, она основана на всем. Это наша основа, это наука, которая объясняет нам, как действует вся природа, которая включает в себя все другие науки. И интегральное воспитание это только в нашем мире выстроить отношения между нами. но я не могу с наукой кабала подойти к миллионам людей. Они не нуждаются в этом. Им нужно выстроить вещи дома, с детьми, на работе, выстроить такие системы. Поэтому я рекомендую им интегральное воспитание. И следует привлечь их, подобно как Том Суэр это сделал. И так буквально чтобы завидовали мне, что есть у меня методика для того, чтобы насладиться жизнью. Я предлагаю им за за то, что они будут участвовать на семинарах, потому что они должны научиться этому успехов. да, я на этом ухожу со сцены и вместо меня должны сидеть. хорошо, приходите. сцены сцены для нашего духовного сближения. И поэтому пока что мы выбрали книги, мы предлагаем вам особую скидку. Есть у нас специальные пакеты для интегрального воспитания. Есть у нас и новые книги по науке Каббала, и также распространение для евреев. Это учит нас тому, как распространять и как распространять вообще все книги по всему миру. И стоит купить несколько экземпляров. У меня всегда недостают книг или в библиотечке жены, или у меня. Я сожалею всегда о том, что нет у меня книжек с собой, и поэтому мы сделали специальную скидку, чтобы вы могли набрать целый пакет. Здравствуйте, друзья! Просто прекраснейший конгресс. Мы чувствуем себя в семье, в десятках. Огромно лихаем всем. Все, что мы почувствовали, все, что произошло здесь, дало нам возможность произвести здесь работу. Было много товарищей, которые участвовали вместе с нами, очень тяжело работали. Мы попросим у всех организаторов встать. Есть много товарищей, которые работали на трансляции, маркетинге, технологии. Пожалуйста, Ави. Маркдаревский, Зор из Чикаго. Джейсон, Ранис, Ами. Денис, Ами. Денис, Ами. Денис, Ами. Денис, Ами. Денис, Ами. Денис, Ами. Продолжение следует... 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 И она — участие на Европейском конгрессе через три недели. Поэтому я рекомендую уже сейчас в чём-то начать устанавливать, определять, где я буду, что будет со мной, как я буду вести себя, где я буду находиться через три недели, как я буду беспокоиться о том, чтобы я таким образом организовал окружение, чтобы снова прийти к объединению. Составьте какие-то планы для этого. Я рекомендую. А затем у нас будет ещё. Вот так, от одной станции к другой мы будем продвигаться. Я очень благодарен вам. Я научился у вас многому, между прочим. В особенности от молодых людей, которые вообще ни разу не были на наших конгрессах. Как они были приняты, как они вошли внутрь, как они не чувствуются в объединении между нами и тех, кто уже со стажем. Когда свет начинает действовать, насколько он просто выравнивает всех. И спасибо Творцу. Творцу мы достигли многого. С теперешнего момента и впредь нам ясно больше, что называется той самой единицей, десяткой, в которой мы начинаем путь, и ею мы завершаем путь. Только весь мир входит в понятие десятки. Успеха вам! Большое спасибо вам! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok